Ну что, давайте пробовать. Плохо себя, конечно, я вижу, буду немножко так. Но, в общем, не обращайте на меня внимания. Первое, что я вам показываю, это гидрогелевый патч под глаза анти-панда. Тут всего одна пара. Стоимость их в таком вот каталоге брошюрки 189 рублей. Шаг первый. Положи патчи под глаза на 10-15 минут. Удалить их и немножко массировать кожу. Пока остатки маски полностью не впитаются. Обещают нам. Что они нам обещают? Ну, в общем, убрать мешки под глазами. Сегодня у нас воскресенье. Но я решила, чтобы... Я опаздываю всю жизнь на работу. И перед работой, чтобы не снимать, думаю, сделаю воскресенье. И к тому же, девочки, я всегда... Вот, смотрите, как это все выглядит. Вот такая упаковка. Неудобно я поставила зеркало. Сейчас это... Посмотрю, как это все снимается. Может быть... Ну, переснимать, наверное, уже не получится. У меня одна упаковка. Это анти-панда. Тут такая пленочка. Сейчас мы ее уберем. И, собственно, сами патчи. Сейчас мы их быстренько оденем. Соня пришла мне помогать. Ой-ой-ой. Ногтем немножко патчи порвала. Вот. Ну, ничего. Ну, ничего. Правда, Соня. Близко глазу положила. Угу. Ой, вот смотрите, я нечаянно зацепила, и кусок патча отвалился. У меня не такие длинные ногти. И, кстати, они не сильно такие, ну, мокрые, как вот бывает. Ну, и смотрите, они такие, правда, с каким-то золотистым шиммером. В общем, это... Так, ну что, 10-15 минут неровно сделала, но ладно. 10-15 минут ждем. Чудо. Чудо вам обязательно покажу. Я подумала, раз уж я вам показываю патчи анти-панда, почему бы сразу... Губы-то я не накрасила для того, чтобы тестировать медовый поцелуй. Маска для губ. Также нужно ее нанести, правда, на 5 минут. Удалить, аккуратно распределить остатки средства на губах. В общем, обещает суперэффект также. Ой, я вас оградила. Так, тат-тат-тат-тат-ты. Тут свойства меда манука. Редкий сорт этого меда. Помогают увеличить объем губ даже, девочки. Так, вы меня там видите, я просто немножко в другом месте. Но мне что-то не хочется. В ванной я маски буду тестировать. Так, достаем. Ух ты, какие... Вот здесь вот, кстати, жидкости. Вы не видите, наверное, очень много. Очень много жидкости. Так. Открываем. Прям как жемчужину какую-то. Так вот буду показывать. Вот. Так. Опа. Она как книжка открывается. Здесь. Куда вы все это складываете, чтобы это все тут не намокло? Что-то я не предусмотрела этот момент. Ну да ладно. Ну что, на 5 минут накладываю тоже, знаете, девочки, аккуратно ногтями. Очень скользкая и очень трудно ее подцепить. Ай, 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 а падает. Разговаривать не смогу, так что... Ну что, девочки, сняла я патч для губ этот медовый поцелуй. Ну, ощущение... Кстати, такой вкус у него горьковатый. Сладковатый, горьковатый. К сожалению, не вижу, что там вы видите. В общем, ощущение, что я бальзамом для губ намазала. Вокруг губ, слава богу, ничего не липнет. Обещает объем. Ничего я не заметила. Немножко выровнялись губы на самом деле. Единственное, что мне вообще не понравилось, это то, что сползает. Вот я сидела пять минут, пока читала брошюрки чего, и все это ползет. Вот прям ползет. Неприятно, нехорошо, не понравилось. И давайте снимать. Вот я, кстати, все поубирала тут пока, думаю. И мне кажется, я чуть больше пяти минут держала патчи на губах. Ну, собственно, это никак на них не повлияло. Сейчас я уберу это все обратно, потому что нужно для отзывов еще заснять, как это упаковано. Вот. Повторять патч для губ не буду точно, девочки. Вот попробовала раз, и слава богу. Вот глаза, патч вокруг, под глаза тоже. Кстати, эффект очень такой натянутый кожи. Тут уже вбивать мне нечего, абсолютно сухая кожа тут. Я так вот в зеркало смотрюсь. Знаете, вот под глаза эффект мне понравился. Конечно, вот эти синяки не убрал этот патч. Но подтянутый, такое ощущение, что у меня вот так вот глаза подтянули. Прям реально такое ощущение. Вот. Подтянутость, гладкость. Да. Вот патчи можно повторить по какой-то скидке. Вот эти вот анти-панда. Вот. А вот губы как-то не впечатлили. Может быть, это первое мнение. Потом посмотрю, потому что у меня патчи. Я тоже буду про них рассказывать в пустышках от Florissant. Я сделаю, если бы я снимала тест-драйв, я бы сказала, ну да, неплохо, но я обалдела, когда эффект держался два дня. Вот. Поэтому, может быть, от этих эффект будет долго держаться. Но пока первоначально для глаз патчи, не буду куверяться там, для глаз патчем, да, для губ, ну, попробовала и ладно. Девочки, сегодня мы будем вот такую тканевую маску тестировать. Называется она «Дзен для кожи». Содержит высокоэффективную комбинацию антиоксидантов для вложения и питания кожи, а также усиления ее естественного барьера. В общем, гладкую и сияющую кожу обещает. Давайте открывать. 139 рублей она стоит в брошюрке. Вот в такой вот покажу вам сразу. Вот ее цена. Решила я побыстрее все протестировать. Ух ты, она с подложечкой. Так, вам не видно? Вот с такой подложкой. Она еще свернута дважды. Такую аккуратненько. Так, вам все видно, интересно? Хочу, чтобы вы все видели. То, что же, тест-драйв. И чтобы... Ух ты, какая! Тут совсем другая маска, другое лекало. Пахнет чем-то таким... Что-то противненькое и есть. Ай-ай-ай! Стоять! Кстати, достаточно плотная. Сейчас я себя посмотрю. Лекало-то так ничего, конечно. Так, губы на месте, рот на месте. Извиняюсь, что я к вам так близко, но больше никак. Не засняю. Че-то я к этому месту прилипла. Второй день снимаю тут. Слушайте, по ощущениям приятно. Нужно держать ее 15-20 минут. Не смывать. Потом нужно вбить остатки в кожу. И тут, кстати, прям вот считать до роста волос. Все нормально. Я сейчас после ванны, после легкого скрабирования лица с чистой кожей... Слушайте, маска, мне кажется, по форме вообще идеальна. Вот плохо, что я себя не вижу. Сейчас я посмотрю. Да, по форме мне очень нравится. Глаза на месте, нос, рот, все на месте. Вот. Так что ждем 15 минут. Ну, я думаю, даже 20 я с ней просижу. Ну что, девочки, сняла я маску. Видите, что у меня лицо все влажное. Очень много жидкости. Она не стекает, не липнет. Нет ощущений липкости практически вообще никакой. По ощущениям, что после маски лицо стало посвежевшее, увлажненное. Пока еще сильного эффекта я не вижу, потому что я ее только-только сняла. Потом, когда я буду уже показывать вам так вот упаковочки в обзоре, да, с кремами для рук, вот с этими, вот, я вам скажу, как в дальнейшем какой эффект был. Потому что, ну, на данный момент мне нравится ощущение свежести, такой легкости. Такое ощущение, что вот так вот на меня дует, вот таким вот ветерком. Ну, первое впечатление хорошее. Соотношение цены и качества пока вот у меня под вопросом. Посмотрю, как в дальнейшем будет эта маска себя вести. Как вот после впитывания, да, потому что сейчас уже вечер. Я собираюсь спать и вот перед сном сделала масочку, посмотрю. Ну что, сегодня тестируем последнюю масочку. Это у нас гидрогелевая маска для лица Гуру Сияния. Я все время проверяю, видно вам или нет. Заявлено, что она охлаждает кожу, одновременно увлажняет. Ее кожа выглядит сияющей и обещает нам эффектом, как ее называют, стеклянной кожи. То есть чистая и гладкая кожа, отражающая свет. В общем, идеальная кожа. Мы ее тестировать. Так, забыла я убрать волосы. Сейчас я быстренько беру челку. И сделаем масочку. Там у нее будет две части. Одна часть верхняя. Ой, как брызжет сразу. Брызжет пропитка. Хорошая пропитка. Это сразу видно. Упала. Как ее вынуть красиво. Так, вы меня видите. Так. Достало. Вроде обе части. Сразу. Так они раскрываются. Ее нужно так же аккуратно носить. Потому что... Да, вот они две части. Придется мне тут немножко все заляпать. Потому что она может порваться. Все в раковину накину. Ее нужно носить очень аккуратненько. От центра лица. Ой, какая приятная, девочки. Такая... Некий лизун. Трудно очень наверх убрать. Аромат очень приятный. По сравнению с дзен. Опять мне что-то залазит в глаз. Я боюсь будет щипать. У меня глаза очень реагируют. Остро. На всякие такие воздействия. Но на ощупь очень приятно. Девочки чуть на волосы наезжает. Такая гладкая-гладкая. Так, вторую часть. Наносится она на 10 минут. Я, скорее всего, подержу ее минут 15. Стоит она по каталогу сейчас 199 рублей. Так. Это от глаз остатки. В общем, с двух сторон она тут предохранена. С одной стороны, как бы, такой бумажный. Вот такой вот штучкой-дрючкой. А с другой такой прозрачный. Вот. То есть, а по серединке, вот как раз масочка. Такая очень хрупкая тоже. Это вторая часть. Вот смотрите, где заканчивается. Вот. То есть, туда бы еще бы на второй подбородочек. Ну, видно, у корейцев нет вторых подбородков. Очень хочется трогать. Хочется трогать ее. Я не знаю, насколько это можно. Нельзя. Но очень хочется трогать. У меня была очень пересушенная кожа. Сейчас немножко с рук снула. Я сегодня умылась вот таким средством. От Эйвен все мокрое. Потому что я прям только что из душа. От Клиаскин. Он там с частичками. И пересушила немножко кожу. И я надеюсь, эта маска, в общем, все эти уберет несовершенство. Ну, что, девочки. Прошло чуть более 15 минут. Сняла маску. Впитывать, вбивать в кожу мне практически нечего. Ну, можно сказать, вообще нечего. Да, вижу. Вот особенно от вспышки вижу какое-то светоотражение. Кожа немножко липкая. Дзен был не такой, не такой эффект липкости давал. Он, конечно, сильно не хочет трогать. И вот, если вам видно, есть какие-то небольшие, чуть-чуть покраснений, кстати, которые сейчас начали исчезать. На четвертой минуте, пока маска была у меня на лице, я почувствовала сжение сначала. Такое прям вот сжигло мне кожу. Потом какой-то холодок. Я не скажу, что это было неприятно, но ощущалось, что что-то там происходит. Вот видите, немножко даже оттягивается, как липнет кожа. Но эффект я вижу. Чуть светлее. Может быть, на один тон кожа стала светлее. И да, вот такой эффект. Вот знаете, если вот объяснить... Как объяснить? Такое ощущение, что вот так вот взяли и все подтянули. Вот такое ощущение, что мне немножко подтянули кожу. Такой же эффект был от панды. Глаза как будто вот так подтянули мне анти-панда. Вот. И вот от этой маски. Пока я потом скажу, как этот эффект сохранялся, насколько долго. Но пока мне нравится эта маска. Когда она будет по каким-то супер-максам, я буду повторять. А так смотрите сами. Покраснение проходит на глазах. Вот буквально там я пока в ванну пришла. Минута, да? Вот. Эффект есть. А я думаю, если ее сделать с утра, то уже праймер не нужен будет. Можно сразу носить тон. По крайней мере, у меня такое ощущение. И липкость, кстати, пока я болтаю, проходит. Всем огромный-огромный привет. Я попробовала все новинки коллаборации Avon и K-Beauty корейского производителя косметических уходовых средств. 100% сделала в Корее. Легендарные корейские ингредиенты. Запатентованные качество продукции. Представлено продукции у нас немного. И я решила отдельно от других номинок 17-го каталога отснять, потому что всем очень интересно. Первое, что я тестировала, и скорее всего я вам сначала покажу уже тест-драйв, а потом вот эту болтологию. 149 рублей стоит. Маска для губ, медовый поцелуй. Я думаю, вы уже поняли, мое мнение не изменилось. Это, в общем, единственное средство, которое я не буду повторить и вам не рекомендую. Пропитки очень много, вы видели. Тонкие, рвутся, сползают с губ. И самое главное, от них никакого эффекта нет. Даже от самого элементарного бальзама для губ эффекта больше. После того, как я сделала вот эту маску для губ, прошло минут 20, и мне захотелось нанести бальзам для губ. У меня жутко пересохли губы. Я считаю, что это непростительно. За такую стоимость он хотя бы должен был увлажнить этот патч. Ну, я не знаю. Повторять я точно не буду, и вам, девочки, не рекомендую. Он не стоит вообще этих средств. Да, я, кстати, сразу так за бумажки я покажу. Я, конечно, продублирую отзыв на всю эту продукцию в пустых баночках. Но здесь я не буду доставать, потому что вы все уже видели, как я это наносила, как это все лежало. Вот, бестолковая вещь. Так, наверное, она даже у меня будет стоять. Она красного цвета, что означает осторожно, не берите. Следующий это вот такой патч, такие под глаза, антипанта с гиалуроном и золотым шиммером. Вот эти патчи мне понравились. Тут я, может быть, я не видела, как вам там видно, не видно, кому почитать. Пропитки тут немного. Эффект действительно подтягивания есть. Он сохранился более одного дня, то есть раз в два-три дня эти патчи делать, и будет все замечательно. Не сползали, пока я сидела. Ну, я не знаю. Единственное, что они очень хрупенькие, и их нужно аккуратненько наносить, чтобы они не порвались. Вот, а так, стоят они 189 рублей. Я считаю, что для одной пары это неэкономная стоимость. И когда будут скидки, или, возможно, как Эйвен любит делать подарки... Крема, Маленечка, подвинем, пока поставим панду. Я надеюсь, она будет стоять. Вот, по каким-то супер-мега-акциям я буду брать эту панду. А еще Эйвен очень часто любит в подарок всякие средства в салате. Если это будет еще и в подарок, то это будет просто шикарно. Следующая маска, которая представлена в каталоге, это волшебные грибы и ночная маска. Ее не нужно смывать. Она наносится по типу крема. Стоит 600 рублей, и это стоимость нормальная для этой маски. Конечно, мы, представители, получаем ее за более дешевую стоимость, что, опять же, огромный плюс. Здесь вот она у нас тут расписана, что какие-то волшебные грибы превращают кожу в свежую, сияющую за одну ночь. Девочки, это полная правда. Я была приятно удивлена. Во-первых, упаковка у нее была заслюдирована в пакетике. Она пластмассовая, но она приятная и веселенькая. Здесь у нее есть заглушечка. Вот такая вот. Выглядит маска, как белый плотный кремушек. Пахнет приятно. Мне почему-то детским кремом пахнет. Вот реально. У меня жирная, комбинированная склонная к жирности кожа, и вот эта маска ее не жирнит. На следующий... В общем, с первого применения я почувствовала результат. Нанеся ее на ночь, я проснулась с утра с приятной мягкой кожей, с ухоженной кожей. Такое ощущение, что я на нее, на кожу, на лицо на него нанесла праймер. И все. Можно было просто умыться. Причем, когда умывалась, я чувствовала вот... Ну, в общем, шикарное действие. Мне понравилось. Вот эти грибочки я всем рекомендую, девочки, за любую стоимость. Действительно хорошие. И объем 50 грамм. Использовать эту маску нужно 2-3 раза в неделю. Можно и каждый день. Но я считаю, что это будет лишним, потому что у нее такое действие, что, в общем, не обязательно каждый день. Так, далее. В общем, не обязательно, потому что действие сохраняется. Вот я что хотела сказать. Следующая масочка тканевая. 139 рублей она стоит в каталоге. Называется Дзен для кожи. Тут вот ингредиент какой-то вот травянистый там. Вот. Восстанавливающие уникальные свойства. Вы видели, как я ее наносила. Эффектный от нее. Понравился, действительно. И, кстати, я вам там сказала в видео, что нет липкости. Но когда высохла эта жидкость, липкость небольшая была. Но, в общем, по сравнению с другими тканевыми масками, можно сказать, что жидкости не было. Мне понравился эффект от этой маски. Он также был не мимолетным, не на несколько минут. Прям очень даже хороший. Лекала вы видели, что хорошая. Ощущения от нее приятные. Свежесть, увлажненность. Хорошая маска. Также по акциям буду брать. И вам советую попробовать. Ну, и последняя масочка. Это вот такая вот гидрогелевая у нас. Сейчас я покажу стоимость ее в каталоге. 200 рублей, без рубля. Стеклянная кожа эффект. Чистая поверхность. Это я все вам говорила. Гуру сияния называется она. Вот. Понравилась маска. Вот эта вот больше понравилась, чем даже дзен для кожи. Эффект классный. Праймера сохраняется на целый день. Я ее в следующий раз, когда закажу, буду не на вечер делать, а с утра. Даже я ее сделала вечером. Часов там 8. Я проснулась с утра. И действие еще было от этой маски. В общем, кожа приятная. Такое ощущение, что ее подтянули. Что очень как бы делает ей честь. Я бы так сказала. И опять же, по каким-то акциям я буду ее покупать. Далее я покажу вам 3 средства, которые не для лица уже. Это вот такие 3 кремика. В каталогах они у нас представлены за 189 рублей. И немножко перепутаны здесь. В общем, лотос, а написано к этому рисунку, в общем, лотос у нас должен тонизировать и восстанавливать молодость. Выглядит он вот так вот. Приятный цветочный аромат. 30 миллилитров. Здесь все кремочки были зафольгированы. Они белого цвета. И хочу сказать, что и лотос, и акация у меня практически равноценные. Какие-то ощущения вызвали. Крема хорошие. Но вот эти крема прям увлажняющие. Акация у нас заявлена как питание и восстановление. Даже для самой сухой кожи. Но я бы сказала, что увлажнение у этих двух кремиков. Увлажнение впитываются они достаточно быстро, но не мгновенно. Минут 5 придется подождать. Вот. Эффект есть. И из всех, если три сравнивать, у меня акации почему-то на последнем месте из понравившихся. Более короткое время проходило, чтобы мне захотелось нанести другой. Но чаще всего у меня рука тянулась и тянется именно вот к этому крему с экстрактом молочных протеинов. Заявлен этот крем как увлажняющий, освежающий и, в общем, отбеливающий эффект. Я заметила, если я раза три за день нанесу, да, тон кожи на руках светлеет. И вот эти крема, я думаю, не от того, что они плохие, а от того, что им сейчас не время. У меня реже к ним рука тянулась. Они действительно увлажняющие. Они больше подойдут на весну, на лето, когда руки не требуют такого прям капитального ухода. А вот этот вот, я бы его назвала питательным и восстанавливающим, более чем увлажняющим. Потому что им я пользовалась и перед выходом на улицу минут за 10-15, чтобы он впитался. Потому что у меня проблема от холодного воздуха, от ветра. Еще там я пока выйду, пока машину от снега очищу, у меня постоянно все это пересыхает. Вот этот крем меня спасал. И дома также, после мытья посуды, мытья полов. В общем, вот этот крем мне понравился больше всего. И за стоимость, которую просит за него Иван в данном каталоге за 189, я бы купила только его. А по каким-то акциям можно и те взять. И опять же, приятная упаковка, маленькая, сумочный вариант. В общем, на зиму рекомендую вот этот вот кремик с молочными протеинами. Все, это были все корейские средства по уходу за лицом и кожей рук. В общем и целом, получается, мне не понравилось только одно средство, патчи для губ. Остальные все либо хорошие, либо очень хорошие. Их стоит покупать, но как минимум попробовать. Так что, девочки, пишите, кто уже попробовал, у вас какие впечатления, какое мнение. Я очень рада, что я заказала все эти средства в наборе за стоимость дешевле каталожной. И я бы повторила этот набор еще раз, если бы не вот эта маска. На нее не хочется тратить не то, что там 150 рублей, даже 50 не хочется тратить. Все, на этом буду заканчивать обзор корейских средств компании Иван. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.